Сегодня утром в столичном аэропорту Домодедово приземлился рейс из Доминиканской Республики. И пассажиров, и встречающих переполняли эмоции. В Москву туристы долетели только со второй попытки. Первую, как они говорят, будут помнить всю свою жизнь. Отказ двигателя, дым в салоне, горящие шасси, экстренная эвакуация и, главное, суперпрофессиональные действия экипажа. После аварийной посадки пассажиры благодарили летчиков, а летчики пассажиров о героях, которые предотвратили трагедию. Репортаж Натальи Люблинской. Наконец-то дома. Только об этом сейчас и думают вернувшиеся из Доминикана туристы. Они сели в аэропорту Домодедово сегодня в 7.46 утра. Все хорошо, мы добрались, мы счастливы. Ну, страшно, конечно, то есть так. Переоценка ценностей произошла. В зал прилета выходят парами, семьями, много детей. Направление туристическое. Уезжали отдохнуть на берегу Атлантического океана, а возвращались с трудом и со второй попытки. Вадим Застава отправил дочь впервые в жизни за границу в качестве поощрения за хорошую учебу в институте. Она улетела с подругой на неделю. И вдруг непонятные сообщения посреди ночи. Перенервничать очень сильно. Потому что, когда все это случилось, все это случилось ночью, мы просто списывались с аэропорта. Паши сыпались в смс-ки, там, я вас люблю, вы самые дорогие. Мы даже не понимали, что жена, ну, 3-4 утра. Все хорошо, дочка встречает? Ну, все, давай, пока. Все, слава богу. Они только вылетели из Доминиканской республики 15-я минута полета и отказ левого двигателя на высоте 6000 метров. На борту 355 пассажиров и 20 членов экипажа. Что что-то идет не так, поняли все. С той стороны сидел, где взорвался двигатель. Вспышка, хлопок, провал по высоте. В салоне внутри, сзади нас появились столбы дыма. Внучка паниковала, она кричала, папочка, папочка, я не хочу умирать. Так, в общем-то, первые минуты было страшно. Кто-то плакал, кто-то молился. Вот. Ну, в общем-то, экипаж вел себя достойно. В общем, удалось избежать такого взрыва и большой паники. Экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. За штурвалом в тот момент находился 38-летний Константин Парикожа. Говорит, самое ответственное решение – посадка с полными баками. Топливо сбрасывать не стали, так как боялись возгорания фюзеляжа. Задымление очень сильное в кабине экипажа было. Мы вынуждены были использовать кислородные маски все, так как была неизвестна причина задымления. Ну, и было принято решение, с коллегами посовещались, что топливо мы не будем терять время. И чтобы побыстрее вернуться и сесть, то есть отказались от этой процедуры. Произведен был заход на посадку. Константин Парикожа смог посадить буквально на ощупь с неработающим двигателем. Один из самых больших пассажирских лайнеров в мире – Boeing 777-200. 15 лет в небе. Он начинал на советских Ан-24 и Ту-154, потом пересел на американские Boeing 747, 737 и, наконец, 777. Конкретно этот самолет пилотирует последние 4 года. Отвечая на вопросы журналистов, Константин Парикожа просил не преувеличивать заслуг экипажа. Мол, все пилоты отрабатывают такие ситуации на земле и в небе сделали бы то же самое. Главное, пассажиры смогли взять себя в руки и покинуть борт четко по команде, без давки. По сторонникам, начать эвакуацию с правой стороны. Можешь все жить чуть-чуть? Возьмите правую сторону. Хочу поблагодарить пассажиров таких ловких, таких умелых. И самое главное – не было паники. И редкая эвакуация без жертв обходится. В этой эвакуации никто не пострадал, ни царапину не получил. После посадки Константин Парикожа последним покинул самолет, проверял все системы. И лишь потом сделал звонок маме в город Томск, сказать, что все в порядке. Опытные уже теперь, очень даже опытные, потому что несколько типов самолетов освоено, больших самолетов. Слава тебе, Господи, это самое, то есть без этих, без этих и дай бог, чтобы дальше было. Эти кадры сняты пассажирами в Пунта-Кане сразу после аварийной посадки. Аплодисменты пилотам и бортпроводникам. Настолько экипаж сработал дружно, профессионально и быстро, но просто это высший класс. Это высший класс. Мы им очень-очень благодарны. Пилотам мы хотим сказать огромное спасибо за то, что они спасли наши жизни. Он вообще высокий профессионал своего дела. В Москву пассажиров оренбургских авиалиний доставил резервный борт. После пережитого лететь обратно было страшно, признаются и женщины, и мужчины. Страшно было, ребят, вообще. Я уже просто надеялась, как-то мысленно, что все-таки в одну реку дважды не получится. В пути они успели составить коллективное письмо. Благодарность от пассажиров рейса Р-2-554 всему экипажу. Люди искренне верят, благодаря слаженным действиям на борту, они сегодня обнимают своих родных и близких. Наталья Люблинская, Клим Санаткин, Лариса Никитина, Александр Горностаев, Первый канал.